Привет зритель, необычный ракурс, да? Я тут на днях делала заказы на Вайтберис, такие множественные В один день одно, потом к вечеру другое, потом через пару дней еще одно И за пару раз это забирала, и вот сегодня у меня дошли руки от обозрений Вообще тут было два пакетика, один такой классический Вайтберис Цветной, а другой вот такой Ну в итоге оно все сюда сложилось И начну с того, что в последний раз забирала Я там, что-то вдруг внезапно сгрустнулась мне Я заказала себе два пакета по супер смешной цене По 500 грамм каждой кокосовой муки В чем прикол супер цены по 133 рубля штука? Потому что какой-то там баг был на упаковке Ну то бишь ошибка, напечатали срок годности Один, а потом другой, я камень-то почитала представителей Отзывы почитала и поняла, что ну почему бы и нет В общем, в чем суть? Мука живет 24 месяца Но она у нас тут напечатана до 3 января 2021 года Но при этом создана 4 января 2020 года И дальше наверху срок годности 24 месяца Потом я на подобную муку глянула уже от того же представителя Ну другого, допустим, продавца И там было уже как бы написано, что реально нормальный срок Ну допустим, в мае этого года создали И до мая 2022 года она живет Один в один, так что действительно бак на упаковке Ну заводской брак, скажем так, печати упаковки Это у нас сделано в Шри-Ланке Кокосовая мука Нутринут 500 грамм Мука растительная, пищевая, кокосовая мука Натуральная, без глютена, без транжиров С высоким содержанием клетчатки и железа Я что-то так подумала, главное, с железом У меня как раз тут внезапно его Ну как бы надо, немножко бывает Иногда захавать Короче говоря, я так подумала, что Взять яйца, виноградный, допустим, сахар И ее избить И сделать Пардон, печеньки такие Ну как бывает, кокосовое печенье Вот у меня там сделано на кухне кокосовое печенье Именно из кокосовой стружки А потом вдруг почитала, почитала И понимаю, что не получится Как я думаю, что реально это как Практически как пшеничная мука И можно сделать, допустим, какой-нибудь хлебушек Вот мне хочется сделать какой-нибудь хлебушек беленький На этой муке Я потом поищу рецептики Что-то на кукпеде ничего путного такого не нашла Ох ты тут Оказывается, пакетик-то вон какой Пакетик Он, походу, дело без дырочек В него еще что-нибудь можно будет положить Его можно даже использовать как файлик какой-нибудь Вот Хорошо упакованное У меня такое ощущение, что Она примерно так же и открывается Только надо тут прорезать Мука Раз мука И точно такая же 2 мука Ну-ка сравню, так ли это Реально так Вот 2 муки Я этот ролик планировала еще вчера записать как минимум Еще планировала его записать, когда еще муку не заказала даже Но как-то у меня все не получалось А сегодня вот занялась генеральной уборкой В плане генерально протерла пыль с каждой мартышки Скажем так И завтра у меня будет уже пылесос, веник, шваберка И на окне уборка И на окне уборка Можно доставать елочка Короче, и вот решила сейчас обозреть Думала, раз уж я не сплю И даже все-таки Вчера я плойку раза 2 Два раза ее включала Один раз включила Забыла поставить на подогрев ее И в общем Как-то у меня не случилось в итоге Обозреть, завиться, все такое Тут я даже завелась В общем, 133 рубля за 500 грамм на Вальберис По-моему, там еще можно ее купить Там иногда можно купить очень такую хорошую По очень хорошей скидке Какой-нибудь полузаводской брак на упаковке Хотя вот масло виноградное покупала Там почему-то срок был 2 месяца до конца Я не стала писать отзыв Думаю, хрен с ним По 77 рублей за бутылочку Одна бутылочка у меня уже закончилась Будет в пустых баночках еды Я постараюсь перед новым До Нового года записать Так, мне хотелось кокосовой стружки Я думала, что у меня была кокосовая стружка Когда я собирала делать кокосовое печенье И там еще про запас осталось Но у меня на самом деле Этой кокосовой стружки было Только-только на одну эту порцию печеньки Я делала ее с сахаром кокосовой пальмы И несколько иначе Там консистенция немножко другая получается Я, во-первых, не знала, что там другая консистенция получается Это надо как-то рассчитывать Но теперь знаю Ну и, в общем, оно получилось вкусно Но не совсем такое, как вот и до этого делала Допустим, просто с прикличным сахаром И я покупала обычно кокосовую стружку Ну, самая дешевая По 26 рублей за 40 грамм В Ашане это каждый день Хорошая, кстати, стружка Иногда еще где-то покупала А тут внезапно 300 грамм 110 рублей Намного выгоднее, чем Я посчитала, допустим Я покупала раньше 5 пакетиков по 20 грамм Это по 20 рублей, пардон Каждый день у меня выходило 200 грамм кокосовой стружки 200 грамм получается 100 рублей А тут 110 рублей 300 грамм Выгодно же 28 августа она создана И 12 месяцев живет Кокосовая стружка Кокосовая стружка Сейчас я твой пакет как-нибудь вскрою Вот оно Мягонькая такая Тут конфетки такие Я даже находила рецепт этих Рафаэлок Как-нибудь все-таки займусь и сделаю Созреют У нас Мудрость народная Это, видимо, марка Фирма ХЗ 520 калорий на 100 грамм охренеть Добавляю в блюда Следуя рецепту Состав стружка кокосовая Едим с пользой Вот Бюджетненько Так, и еще два у меня тут Это что у меня такое-то А, слушай, зритель Когда-то давно я еще читала Всякие журнальчики в библиотеке Там всякие травники, нетравники Ну, все, что делают Какую-нибудь сельскую жизнь Сельскую, но что-нибудь такое И газета, по-моему, была Сельская жизнь Журнал сельская Оно в деревне родственники Выписывали По-моему, до сих пор выписывают Ну, короче говоря Слушала радио и записывала От руки в тетрадочку Всякие такие интересные Интересности Интересные информации Которые услушивала И узнала про семена амаранта И про масло амаранта Еще что-то И все хотела их найти И вот как-то все не приходилось А как-то в Ашане увидела Муку амаранта Там какой-то куцый срок годности Был полтора, что ли, месяца До конта жизни Она была по скидке 300 грамм Масляный король Как-то называется фирма Я купила и добавляла Что-то в печенье Что-то еще куда-то Но как-то я не помню Надо было в чистом виде Наверное, что-то из нее Сготовить В общем, думаю Ну, как бы Не успела проникнуться Потому что маленький Такой размерчик был Думаю, как-нибудь Ну, может, я не куплю Масло амарантовое Какое-то Овер дофига дорогое И, скорее всего Им заправляют салаты Вообще Я заметила Мало таких масел Которые вот Там, ну, виноградное Это рафинированное Арахисовое Рафинированное Кокосовое Рафинированное Там кукурузное Наверное, тоже Рафинированное Бывает Какое-нибудь Ну, редко мне оно попадается Здесь чаще оливковое И подсолнечное А вот так вот Ну, все остальное Нерафинированное Это тупо в салатах Вегачить Короче, тут даже клетка есть Не поверишь, зритель Целый килоглам Амарантового семени Он такой мелкий Офигеть Я даже не знала Что он такой мелкий Он мельче, чем Допустим Семена Чио Раза в два Или в три Мелче, чем Семена этого самого Тулси Которые у меня там стоят Тоже На прилично Амарантового семена Целый килограмм Триста тридцать три Рубля Он шел Там еще и чуть подороже Есть Ну, вот я что-то увидела Думала Надо купить И я купила Я почитала, что его В каше можно добавлять Что из него кашу можно варить И нет бы посмотреть на него Вблизи Вот, когда уже Вот в руках подержу Да, когда забрала Чуть так не обратила внимания Такая вся уставшая была Последняя из них Как-то Только сейчас увидела Короче Ну, 28 августа Создано Девять месяцев Живет Ну, конечно Хотелось бы, чтобы оно Создано было Допустим Ну, попозже Да, ну, не знаю Как его выращивать Надо вообще почитать Где его выращивают Амарант, семена В общем, мечта сбылась Просто здорово Вот эта марка Вот у меня от этой Просто здорово Был целый килограмм чьяни У меня все еще есть семена Я, правда, тут что-то Про них одно время забывала Вот Зритель, если ты Знаешь про семена амаранта Я пользовал их Там Кушал Что-нибудь с ними делал Кстати, по ходу дела Вот Крипса-то тут Из Икеи Икея Написано На Крипсе То дай знать В камен Ты, может, ты там варил Чего добавлял Куда Будет интересно Почитать Чужое мнение Так Я уже не знаю Какую пачечку заказываю Раз Была пачечка А была пачечка В подарок И вот себе Короче, один в подарок На Новый год Один я купила Тогда у меня большая часть Сожралась Не мной Я тогда что-то не распробовала Один я купила Поделилась Но очень распробовала Мне понравилось И тут он снова был По скидке В общем, 167 рублей На Ветберис Это пальмовый сахар Он посвежее немножко Он 10.07 создан И до 10.07.22 года Тут 454 грамма Орой Вот я его заказала тоже Короче, сначала его заказала Потом увидела Кокосовую стружку Ну вместе Сахар, кокосовую стружку Потом амарант увидела Потом уже увидела Кокосовую муку Ну, в принципе, она мне раньше попадалась Ну, как-то что-то А тут думаю Блин, ну, что бы такое сделать Может, кокосовую муку И раз и купила При этом я до этого увидела На том же Ветберис Кокосовую муку За 500 с чем-то рублей За полукило И вроде как думала купить Думаю, ну, как-то жаба душит Да Вроде как бы Ну, ни туда, ни сюда Можно стружку измолоть Будет практически та же мука А тут вдруг увидела По дешевке Думаю, наверное, мне Ну, надо, раз оно так хочет Оно мне еще раза три Так за день попадалось А когда я в Ветберис Периодически лазила Еще даже рекламилась Где-то там На сайтах Когда в компе Шарахалась Я поняла, что мы С друг с другом С друг с другом С ней хотим Чтобы она была у меня И я была у нее Ну, в общем, вот Конечно, она была Наверное, в ножницу Видеть, как-то это Разделять Ну Я что хочу сказать Первый раз Мне приходил этот кокосовый сахар Оба раза Пупырки, по-моему Или все три раза Фиг знает А в этот раз Без пупырки Ну, другой привоз Пупырки Пупырки не случилось Но тут все закрыто Все хорошо Ничего не поломано Все чистенько Вот такие дела, зритель Вот такой у меня обзор Заказов с Вальдбериса Еда, 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 еда Всем спасибо за просмотр И пока Не забудь поставить палец кверху